Теперь представим, что у нас есть набор проблем в отношениях. Сейчас условных обозначим такими черными кружочками. И как моя схема меня играет в эту игру, которая заставляет меня наступать на одни и те же грабли. Давайте допустим, что у нас есть некая... Мы приходим в мир в виде такой заготовки к жизни в мире. И дальше мы начинаем получать эти некие опыты. И эти опыты делают нас уже... Каждое маленькое изменение делает нас другими в следующем действии. Условно говоря, если я родился на свет и меня душили поповиной, то очевидно, что в мозгу будет какая-то такая штука, которая к душению чем-то будет более чувствительна. Инстинкт самосохранения активизирует вот эту функцию. То есть любое действие, которое происходит, оно делает меня сенсибилизированным, то есть чувствительным к чему-то в большей степени, чем к другому. Условно говоря, есть люди очень чувствительные к оценке, а есть люди других людей, а есть люди, которые не чувствительны к оценке других людей. И вот, допустим, я чувствительным... Почему я чувствительным? Потому что где-то, когда-то мне, значит, оценку соответствующую выдавали. Это имело для меня некие последствия. После этого я начинаю следить за этим, пока будет оценка, не будет, какая будет и так далее. Дальше я начинаю меняться под это, я начинаю думать, какие оценки мне важны, какие оценки мне нужны. Я пытаюсь уже подстраиваться. И у нас возникает конструкция, при которой наш вот этот вот опыт, складывающийся с самого раннего детства, он начинает нас делать избирательными в отношении к тому, что мы видим в мире. Значит, ну, допустим, там, допустим, там, я не знаю, не любили. Не любили в семье, да, в родительской. Значит, у меня, соответственно, в моей конструкции состоит в том, что я... Меня нельзя любить. Ну, не так, как формулировка, а вот такое, что я не привык, что меня любят. Да, дальше появляется какой-то человек и говорит, привет, люблю, не могу. Что будет делать... А, не восклицательный, восклицательный. Люблю. Что я буду делать, если у меня в моей схеме мира, что меня нельзя любить? Противоречит. Нет, оно противоречит. Но вот я столкнулся, вот я думаю, что меня нельзя любить, а мне говорят, меня любят. Я начинаю проверять, ну, как, ну, не может быть, вранье какое-то, правильно? Ну, что это, обычно так не бывает. Значит, давайте проверим, да, и дальше я начинаю проверять, насколько, значит, вот это вот чувство настоящее, да. Девушка начинает проверять, вот, он сейчас бросится, значит, извиняться, когда я надолго, или не бросится. Юноша начинает проверять, она вот там пойдет со мной в Сибирь, там, куда там отправляются, что-то, уже ни к какой Сибири никто не ездит, а все равно мужчины продолжают думать, поедет ли она за ним туда или нет. Вот, да, и начинается то, что это проверка, если вы человек, которого начинают проверять на предмет того, насколько ваши чувства настоящие, что с вами будет происходить? Вы хотите, чтобы проверяли силу ваших чувств? Нет. Нет, вот, вы начинаете говорить, алё, гараж, и тут я говорю, елки, а я и знал. И возникает самореализующееся такое пророчество, которое, собственно говоря, и приводит нас к убежденности в нашей схеме мира. Вот, почему я это делаю? Ну, почему можно не отвечать, потому что, почему это не так важно? Уже случилось так, что я делаю, да? Да, вот, но факт состоит в том, что вот эта штука, она продолжает, она усиливает вот эту конструкцию, чтобы я продолжил делать в следующий раз. Потому что, когда появится, как бы, очередная кандидатура на пост, этот, тут уже всё, мне уже рассказывали про любовь. Я немножко проверил, ну, буквально самое чуть-чуть, вот. Поэтому сейчас будем готовься. Воды студённой, печёной, варёной и в молоко, вот. А дальше, кто выжил, тому и тапки. Вот, и, соответственно, это не очень работает. Значит, можно ещё другой вариант. У меня, поскольку плохо с примерами, я их решил записать, чтобы не забыть. Значит, есть люди, которые в отношениях предполагают, что они не заслуживают любви. Значит, или что надо заслужить любовь. Есть семьи, в которых, значит, вот там, это всё сделал, хорошее, будем любить. Значит, не сделал, не будем тебя любить. Значит, я тебя не буду любить, вот если ты стоит. Есть такое, нет сейчас? Да вот, но я, мне так трудно придумать эти примеры, всегда абстрактные, но я стараюсь. Значит, заслужить любовь. Заслужить. Дальше я начинаю, вступаю в любые отношения, понимаю, просто так не будут. Надо заслужить. И я начинаю в эти отношения инвестировать. И то, и сё, и пятое, и десятое, там, понимаете, ну, кто как может, с какой задачей? Заслужить любовь. И дальше у вас веер-влиантов. Первое. Вам отвечают взаимностью. И вы начинаете, вспоминаем, долги, того же самого Канемана. Вот, я похудел на пятьдесят килограмм, значит, чтобы вот это получить, да, вот. Сразу обесцениваете, вот эту ответную реакцию. Потом вы ещё думаете, то есть это вот, я это всё тут заслужил. Надо выдать теперь, как бы, в объёме, да. А поскольку вы заслуживали, то там-то точно считают, что они ничего вам не должны. Ну, потому что, если вы так набивались, значит, вам надо, поэтому берите нас вот этим праздником, каким мы есть, вот. А тут же это ожидание, что должно же быть, это всё вернуться, так сказать, в мощи. Вот, и снова появляется самореализующееся пророчество, потому что я точно так же нахожу для себя возможности как это, девальвировать, девальвировать эти отношения, то, что в них происходит, да, потому что после того, как заслужил, это же не тот момент, пока ты заслуживаешь. Вот, потому что, когда заслуживаешь, очень хочешь, а когда получаешь, у тебя мысль какая внутренняя. Значит, вот, я вот это всё поделал, я всё это заслужил, у меня такая большая работа была мною проделана, и... ну, у меня же существует вообще, в принципе, продолжать заслуживать. Может быть, это становится скучно, забоевали, неважно, как по мужской стратегии, по женской стратегии, а потом просто скучно. нужно опять найти какую-нибудь сложную фигуру очарованием, полмесяцем бровь, и начать снова заслуживать. Ну, как бы... И вот такой прекрасный героизм, который приводит к тому, что не возникает, не возникает полноценных отношений, а наоборот, возникает всегда возврат на очередную, на очередной виток граблей. Значит, смотрите, мы сейчас рассмотрели мою схему меня, доминанты, которые у меня есть, больные пункты, которые у меня есть, которые неизбежно у нас у всех есть, они просто разные. У кого-то там кто-то просто на какие-то мелкие вещи реагирует, условно говоря, ну, кому-то, например, пренебрежение тяжело выдержать. Если демонстрируют пренебрежение, там падает планка, и дальше делаешь все, чтобы тебе потом это пренебрежение дали паровозами, вот, и так далее. Это такие самореализующиеся истории, вот, связанные с нашей специфической чувствительностью к внешним средовым факторам, да? Значит, я вот, например, строгость никогда не воспринимал как что-то неправильное, да? Я всегда жил в мире, где строгость была абсолютно она касалась не меня, она была такая, как это, сверху вниз там много этажей, вот, и я там, этот, и, ну, и там все строгость, вот, у меня мама называла родителей на вы, вот, такая жизнь, вы, мама, вы, папа, вы, ну-ка, все, понятно, как надо ходить, встал строго, и, значит, я это понял, мы же в детстве не понимали, мы на ты называли бабушку, дедушку, потом было неловко, что же делать-то, когда начинаешь осознавать, что у этого есть сложность, да, вот, поэтому, а для кого-то эта строгость будет, опять же, инициатором каких-то болезненных пунктов, да, которые будут приводить к тому, что будет больше провоцирования реальности, связанной с этим, с этим больным пунктом, и реальность неизбежно ответит, значит, так, несимметричный ответ, как у нас сейчас модно и замечательно.